Премьера женского чемпионата страны по баскетболу прошла в Самаре в ноябрьские праздники. Два дня горожанки добывали первые победные очки в Суперлиге 2. На паркете спорткомплекса СамГТУ они с трудом обыграли команду «Энергия» из Иванова. В первом матче Самара уступала гостям 15 очков, но сумела их нагнать и даже избежать лишних волнений в финале 72-65. Результативной игрой отметились опытные Ирина Киселева, 18 очков, и Яна Митрофанова, 12. Новички провели на площадке немного времени. В ротации у нас еще находятся очень молодые игроки. Если им даже не доверять немножко, то тоже основные игроки не будут получать отдых. Какое-то доверие должно быть. Но, соответственно, они должны выходить не так, а с другим настроем, чтобы биться, чтобы получать больше времени. Во втором матче самарская команда с самого начала вела в счете, временами отрываясь на 12-15 очков. И хотя гости каждый раз возвращались в игру, окончательно переломить ситуацию им не удалось. 65-52 в пользу Самары. Вновь на паркете тонн игре задавала пара – Киселева-Митрофанова. Гости из Подмосковья догадывались, что их ждет на средней Волге. Мы знали о том, что соперник будет тяжелый, о том, что состав наполовину состоит из опытных игроков. И, в принципе, мои опасения сказались. У меня игроки менее опытные, более молодые, поэтому просто не хватает чисто опыта и чисто игровых моментов, которые, надеюсь, в сезоне поправим. На этой неделе Самара сыграет со вторым составом «Спартака» из Ногинска. Первый матч закончился разгромом гостей – 74-46. Второй пройдет сегодня. Пока баскетболистки Самары занимают в чемпионате страны первое место, им в затылок дышат Оренбургская надежда и пензенская юность. На последнем восьмом месте – Ивановская энергия. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.